И слово передаю следующему докладчику, по-видимому, Надежда Игоревна, да, будет выступать? Максим Валентинович. Здравствуйте. Максим Валентинович, ага. Хорошо, значит, Марунин Максимович и группа авторов. Она обещала всеми силами присутствовать онлайн на конференции, и очных участников тоже прошу не расходиться. Тема Лидара вот очень интересной оказалась, и мы сейчас ее будем продолжать дальше. Тема доклада называется «Летаем над Шумгорой. Воздушно-вазерное сканирование по технологии Лидар». Что такое Шумгора и Передольский археологический комплекс? Он находится под Петербургом в Лужском районе, где-то примерно 150 километров от Питера. И это такой знаковый памятник, который относится к Древней Руси. Такие вот дремучие места там. И он очень насыщенный. Помимо вот самой крупной в Восточной Европе сопки, там находится еще несколько курганов, могильник, городище и, возможно, селище, которое сейчас не доисследовано, потому что оно не выражено в рельефе. Вкратце, какие работы были проведены на Передольском археологическом комплексе, чему посвящен этот доклад. В первую очередь, было выполнено Лидар-сканирование всего археологического комплекса Передольского. Это примерно полтора квадратных километра. По результатам этого сканирования был сделан фотоплан и планово-высотная карта, которая в виде матрицы высот показывает ситуацию на территории. По плану высотной карты были получены полные профили всех курганов, ну и, соответственно, есть возможность эти профили, эти курганы и вообще все объекты на территории профилировать в любом виде. Также были выполнены художественные организации, подводные ситуационные планы всего комплекса, которые проводились по предварительным наземным изысканиям. И также был определен объем насыпи Шумгоры, Передольской сопки, в связи с тем, что ранее были проведены геофизические исследования и было точно показано, что это искусственный объект, то есть его именно насыпали. Поэтому имеет смысл определить объем этой насыпи и дальше как-то с этой информацией работать. И, собственно, почему возникла мысль делать сканирование этой территории? Дело в том, что она очень продолжительное время изучалась и просто появилось желание, чтобы была какая-то подоснова подробная, чтобы ее можно было использовать как базис для накопленной предыдущей картографической информации. И вот в итоге этот базис в виде эквитарного сканирования плановой высотной карты был показан. Это такая небольшая обзорная визуализация, которая просто показывает ситуацию на Передольском археологическом комплексе. Это дельта реки Луга, и вдоль нее расположен городище, курганы, могильники и прочее. Так это выглядит в схеме. Вот можете посмотреть. Сама Шумгора обозначена курганом номер 5. Также там есть раскопанные курганы и утраченные курганы, которые в данный момент в рельефе не читаются. Это совмещение схемы, картографической схемы и визуализации. И теперь непосредственно по пунктам. Первый пункт – это сам процесс сканирования. Сейчас лидар сканирования – это практически мейнстрим. Многие им пользуются. Еще больше людей это обсуждает. Скажем так, строят планы на лидарное сканирование. И это очень хорошая практика, потому что, по моим наблюдениям, лидарная съемка, она, скорее всего, войдет в список требований, которые предъявляются к изыскательским организациям. А это, конечно, и археологов тоже касается, потому что многие вещи, о которых сегодня говорились, это объемные визуализации, какие-то попытки совместить фотограмметрию и археологический чертеж, они слишком специфические. А вот лидарное сканирование, оно представляет собой такую очень понятную вещь и при этом очень эффективную. И, скорее всего, она в дальнейшем будет как-то закреплена в документации, которая от изыскателей требует проведения лидарной съемки. Сейчас, к сожалению, до этого дела не дошло, потому что, ну, просто, скажем так, законодательство не успевает за прогрессом. Доходит даже до того, что делают лидарное сканирование, а потом в автокаде точки проставляют вдоль дороги или какого-то объекта, который отсканировали, получает координаты и их сдают как, собственно, изыскание. Но это все, я думаю, останется в прошлом. Так вот, собственно, сам лидар использовался. Лидар-сканер на основе DJI. Это такой достаточно маленький эффективный сканер, который подходит для небольших площадей, вот как раз как Перидольский археологический комплекс. Примерно там перекрыли полтора квадратных километра за один залет. Тоже вот по небольшим наблюдениям, которые пришли в голову в момент сканирования, важно понимать, какой, в общем, подбирать сканер для проведения работ. Чем быстрее сканер сделает сканирование, тем лучше. Это такой примерный принцип, который у меня в голове сформировался, потому что лидар-сканирование, принцип лидара у нас основан на принципе светоотражения, и, соответственно, чем дольше мы летаем, тем сильнее изменяется какая-то световая ситуация на площадке, и это может повлиять на результаты. Это потоплан, который делался с помощью беспилотника самолетного типа. То есть там было два прохода. Один раз сканером, второй раз беспилотником самолетного типа. Такие, значит, наблюдения по системам координат. Да, вопрос Станислава, он более чем актуален. Сейчас все настойчивее возникает требование получать координаты памятников, объектов археологических только в какой-то установленной системе координат. Не всегда это, естественно, получается. Тем более, что археолог не обязан это делать. Надо это понимать. В требованиях это не указано. Тем не менее, когда проводятся крупные работы, которые требуют каких-то денежных, человеческих затрат, то становится очевидной мысль, что надо делать уже в какой-то закрепленной, принятой системе координат. В данном случае это МСК. Не всегда, конечно, получается, потому что вот и на моей практике были такие случаи, когда там с Божьей помощью геометрию собрать как-нибудь в кучу, а там уж с МСК как пойдет. Да, это пример планово-высотной карты, которая была получена по результатам сканирования. Если есть желающие ознакомиться непосредственно с самой картой, фотопланом и облаком точек, которые были получены по результатам сканирования, я приложил QR-коды, которые можно отсканировать и просто скачать с Яндекс.Диска прям сырую информацию, которая была получена по результатам сканирования. Тоже вот возникает вопрос, как этим делиться, потому что облако точек в публикацию не вставишь, хотя вещь очень полезная и нужная. Это пример способностей лидар-съемки. На верхнем кадре мы видим залесенную территорию, а на нижнем кадре, который таким синим цветом подсвечен, подсвечен курган, который находится, причем раскопанный курган. Это даже не какая-то выдающаяся в рельефе часть, а это раскопанный курган, от которого остался только отвал и каменная обкладка. Здесь примерно диаметр каменной обкладки 10 метров. Мы видим, что на фотографии отследить это практически невозможно. А в режиме сканирования мы это прекрасно видим. И можно даже проконтролировать качество съемки, например, каким-то наземным способом. Потому что когда делали лидарную съемку, я еще потом дополнительно приемником прошелся, чтобы контрольные точки снять, какие-то отметки, чтобы потом сравнить, сделать какой-то качественный анализ. То есть примерное разрешение планово-высотной съемки 5 сантиметров на пиксель получилось. Это тоже зависит от, собственно, качества рендера, который ты делаешь из проекта. Но, как мне кажется, это более чем достаточно для нужд, в принципе, кого угодно. Археолога, геодезиста, геофизика, да кого угодно. 5 сантиметров это, мне кажется, просто уже ультимативная точность, выше которой смысла подниматься не имеет. Значит, теперь это профили курганов. Профили курганов всего существует на Передольском археологическом комплексе 5 курганов, которые выделяются в рельефе, и на слайде изображены профили, которые были получены по результатам лидарного сканирования. Немножко про визуализацию, про, скажем так, веселые картинки, которые можно получить по такой, ну, скажем так, технической, немножко, ну, плохо читаемой информации. Вот эта визуализация, которую я сделал, она получена по результатам лидарного сканирования. В ее основе лежит плановая высотная сеть, то есть, dense elevation map, так называемый, с разрешением 5 сантиметров на пиксель. И вот из него можно сделать такую вот художественную картинку, которая, ну, скажем так, помогает просто быстро понять, на что ты смотришь, да, и что этот объект из себя, в принципе, представляет в таком общем композиционном виде. И по поводу визуализации тоже вот много говорили. Мне кажется, что сейчас актуальна визуализация именно в виде картины, потому что 3D-модели, облака точек, какие-то совмещенные изображения с чертежом, а особенно, которые нужно крутить и рассматривать, их не вставишь в публикацию. Вот. И поэтому визуализация, которая представлена в виде картинки, она, ну, как мне кажется, самая востребованная. Это вот совмещение шум-горы в виде визуализации и в виде профиля. Значит, еще не пару слов про визуализации. Больше визуализации можно посмотреть у меня в аккаунте на сайте Behance. Вот. И там эти визуализации, они, в принципе, все уже опубликованы. То есть ими можно пользоваться спокойно. И заключительное слово про наземные исследования Перелидойского комплекса, которые предваряли лидарную съемку. Там была проведена полигенометрия. Определены основные, скажем так, геометрические характеристики Перелидойского комплекса. Это нанесены на план ситуационная составляющая, где находится курган, где находится раскопанный курган, где находится граница городища и прочие объекты. Это было сделано для того, чтобы обойти ограничение, собственно, лидарной съемки, в которой отсутствует ситуационная семантическая составляющая. Я могу это сравнить с тем, что пользование лидаром, например, с тем, что вот я закрываю глаза, мне дают в руки ежика, я начинаю его трогать. То есть я понимаю, что он колючий, что он размером с ежика, что он там фыркает, как ежик и так далее. Но я его не вижу. То есть я не могу сказать на 100% что это ежик. И то же самое происходит с лидарной съемкой. То есть да, я вижу, что это курган, он выглядит как курган, но это всего лишь облако точек. Я не могу на 100% утверждать, что это именно то, что я хочу видеть в лидарной съемке. Поэтому нужна еще ситуационная составляющая, которую на данный момент можно получить только наземными способами. Ну вот, например, старой доброй полигенометрии. Да, и, кстати, в результате полигенометрии были получены непровержимые доказательства того, что Шумгора – это кладбище и могила великого князя Рюрика. Там прямо такая табличка была в центре Шумгора и воткнута. Я не шучу. Реально забрались на Шумгору, и там вот такого размера табличка князь Рюрик. Я думаю, до сих пор стоит. Я считаю, что это величайшее открытие. Заканчивая свое выступление, я хочу дополнить его геофизическими исследованиями. В 2009 году группа исследователей под руководством Надежды Игоревны Платонов были проведены масштабные геофизические исследования, целью которых было наконец-то разобраться, что из себя представляет Шумгора, Передольская сопка. И основные выводы указаны на слайде. И принципиальным выводом, который был получен из геофизических исследований, было то, что это все-таки насыпь. То есть это искусственное сооружение. Да, возможно, там есть погребальная камера, возможно, там есть каменная обкладка, какие-то внутренние конструкции, но это сооружение рукотворное. Соответственно, мы можем понять, какого объема это рукотворное сооружение и какое количество трудозатрат, сколько нужно было взять грунта, чтобы это рукотворное сооружение все-таки наконец-то соорудить. И вот примерно я набросал сравнительные площади этих объемов. Вот слева маленький синий кружочек. Это, собственно, если в плоскости по площади смотреть, это Шумгора. А справа большой синий квадратик. Это тонкий пласт грунта, который точно такого же объема, который требуется, чтобы насыпать похожее сооружение. Но это, скажем так, задел на будущее исследование, откуда столько грунта взять. Максим Анатольевич, 16 минут уже прошло. Еще я заканчиваю. И вот лично мое предположение – это при сооружении городища. Оно указано слева, таким пунктиром обведено, и в церкви крестик православный. Вот там было городище. Скорее всего, мне кажется, при сооружении городища, оттуда, когда создавали его форму, оттуда забирали грунт, и в итоге получился сок. Хотя нет, но это просто вот первый взгляд. Спасибо большое за внимание. Максим Анатольевич, а какая геофизика проводилась там? Геофизика? Я могу поделиться статьей. Нет, сами названия методов. Вы знаете, лучше, наверное, в статье, чтобы не... Я прям даже специально не перечислять. Есть статья, там все прекрасно описано. Коллеги, вопросы? В зале есть вопрос. Да, пожалуйста. Владимировича, как обычно, пожалуйста, с микрофоном. Вот какой вопрос. Вы говорили, что вы проводили верификацию лидарной модели и ГНСС приемником. Вы можете сказать, какое расхождение было по высоте между лидарными данными и теми, которые вы получили? Значит, тут вопрос с подвохом. Дело в том, что мы не можем ГНСС-съемку рассматривать как высотную. То есть приемник, он дает разность высот. То есть мы можем взять геодезический приемник, померить одну точку и померить вторую точку. И он покажет разность. А в технической документации к любому приемнику указывается именно это значение. То есть какую разность он может показать относительно двух соседних точек. Но в практике мы пытаемся ГНСС-приемникам получить точность от какой-то базовой станции или сразу в Балтике, или в системе МСК. Вот моя задача была, когда я делал ГНСС-съемку, просто понять. Вот у нас стоит два камня, и между ними по высоте разница один метр. Я ее меряю лидаром, эту разницу, и меряю ГНСС-приемником. Расхождений практически нет. То есть расхождения, они укладываются в разрешение лидарного сканирования. То есть это примерно, ну, по-заявленному, 5 сантиметров, если вертикально вниз бьет луч. То есть расхождение 5 сантиметров. 5 сантиметров, но эти расхождения, опять же говорю, они укладываются в разрешение съемки. То есть если брать технические характеристики, то, скажем так, разрешение лидара, оно чуть-чуть ниже, то есть чуть-чуть хуже, скажем так, ну, чтобы понять не было, чем точность ГНСС-приемника. Вопрос второй. А, или вопрос второй. А у нас есть какие-то здесь, да? Нет. А, есть еще комментарий к этому ответу. Смотрите, на лидарном, есть сравнивать лазерное сканирование и высота, полученная с ГНСС-приемников, то на открытых участках у нас ошибка будет составлять примерно до 3-4 сантиметров. Если мы берем залисенные либо участки с растительностью, то ошибка больше влияет, как вы отклассировали точки лазерного отражения, и она может там доходить до 7-8 сантиметров. Но она, вот если брать ГОСТы, то она укладывается в 500-й масштаб. Но там, где растительность, ошибка больше влияет от качества классификации точек. А если мы берем асфальт, открытая поверхность, где… Это понятно. Мне было вот конкретно, в примере было вот конкретные данные. Это известно, на самом деле. Уважаемые коллеги, время обеда проходит и проходит. Сергей Львович, у нас, во-первых, есть вопросы, во-вторых, есть еще одно важное дело перед обедом, поэтому я прошу не расходиться ни участников в Зуме, ни участников в зале. Дмитрий Алексеевич, может быть, тогда я вам передам бразды правления и… Спасибо, Сергей Львович, за то, что вернули бразды правления. Я их у вас принял. Спасибо. У нас есть еще какой-то вопрос или комментарий. Андрей, пожалуйста. Да, еще небольшая заметка, пока подходит к микрофону. Да, пока подходит к микрофону. Вот пока у меня из головы не вылетел. По поводу, собственно, да, точности лидар-съемки. Я, например, обратил внимание, что отражающая способность влияет как в положительную, кстати, сторону, что предыдущий докладчик указал, так и в отрицательную, потому что у нас на передовольском комплексе есть здоровенное поле, которое распахивается. Оно такое черноземное. Там раньше селище было, и земля прям чернющая. Так вот там, собственно, облако-точка начинает немножко рябить, потому что черная поверхность, она плохо отражает свет, и это тоже вносит в свои коррективы. Но это не критичные изменения. Если, например, это чуть-чуть выплывает за 5-сантиметровую точность, то не страшно. То есть это речь не идет ни о метрах, ни о десятках метров. Большое спасибо вам за очень интересный доклад, такой долгожданный, потому что передольский погост привлекает, безусловно, всех исследователей на городской земле, как такой выдающийся комплекс. Но у меня вопрос не о методе, а скорее о результатах исследования. Скажите, пожалуйста, удалось ли из доклада не очень понятно найти распаханные курганы близ вот этой вот знаменитой Шумгоры и как-то оценить масштаб уничтоженного кукурузным полем некрополя? Это первый вопрос. И второй вдогонку. Если я правильно понял, вы сканировали всю территорию передольского комплекса, включая городище и двоселище к юго-западу и к юго-востоку от городи? Да, я могу включить. Удалось ли получить какие-то новые данные о фортификации? Значит, о фортификации... Там понятно, что все уничтожено кладбищем. Да. Значит, что касается распаханных курганов, вот у нас здесь есть... Так, сейчас нумерации включу. Есть курганы... Так, секундочку. Которые указаны вот такими черными треугольничками на слайде. Вот если вы посмотрите. Они в рельефе не считаются в принципе. То есть, что ты по земле ходишь, что ты по лидару летаешь, к сожалению, они утрачены. И, возможно, их можно строго как-то локализовать только шуфловкой либо какими-то археологическими методами, которые позволяют такие объекты находить. Значит, что касается городища и подробностей его фортификации, для этого мы лидары делали, чтобы этим можно было заниматься. Вот в данный момент получена только информация о поверхности городища подробной, которую можно анализировать. Ну, облако точек в открытом доступе. Да, еще раз повторяюсь. Облако точек в формате LAS в открытом доступе, оно уже отфильтровано. То есть, это именно поверхность, обработанная, отфильтрованная от вторичных отражений и прочих артефактов. Ее можно скачивать и пользоваться. И также в доступе плановая высотная карта и фотоплан, который получен по результатам сканирования. Причем они накладываются друг на друга. То есть, вы можете смотреть, переключать и фотоплан, и плановысотную карту, и смотреть. Все, что найдете, все ваше. Коллеги, последний вопрос или последний комментарий я даю Денису Владимировичу. У нас действительно уже время обеда проходит, а есть еще важное дело. Вопрос про горизонт снятой почвы. Виден ли он на лидарной съемке? Дело в том, что вот этот горизонт, который я нарисовал, он умозрительный. То есть, его можно представить, как где-то он может быть снят. То есть, и то не факт, что в виде какого-то единоразового пласта, какой-то неразрывной формы. Возможно, этот грунт тащили с разных мест, и в итоге получилось такое сооружение. Это просто я, как бы сказать, для наглядности предоставил, что он не огромного размера. То есть, он умещается на этой же самой карте, и вполне где-то там может быть. Даже если он там распределен, не в едином, скажем так, не в единой форме там находится. Спасибо.